Новости на Дону Новости на Дону Из них порядка 100 человек трудятся в Таганроге Именно ростовчан 451 человек Что касается преподавателей, их заявлено не было В основном заявлены такие специальности, как уборщики, слесари, водители, дворники, контролеры Это, кстати, те позиции, которые очень востребованы сейчас на рынке труда По итогам переговоров представители службы занятости с правкомом и работодателем Выяснилось, что трудоустроить планируют порядка 150 человек Что касается общей ситуации сокращений в регионе, по словам Сергея Григоряна Опыт работы показывает, что на практике без работы остается лишь около половины от заявленного количества Согласно закону, при любых изменениях работодатель обязан заранее подать информацию в центр занятости Тогда людям окажут своевременную помощь Разрушенный дом в центре Ростова не признают аварийным Жильцов дома номер 14 по улице Красных Зорь отселили 8 месяцев назад Летом прошлого года первый этаж столетней постройки провалился в подвал Сегодня это заброшенное здание с дырявой крышей и рухнувшей стеной Прописанный здесь Аванес Попян уверен, что его семье должны предоставить новое жилье Тем более, что речь идет о семье ветерана Великой Отечественной и инвалиде Но поскольку статус дома не ясен, надеяться им пока не на что Сейчас 4 человека живут в одной комнате в городском доме ветеранов Они нас оттуда выселили, они нам даже договор не дали, что квартира принята аварийным Уже год, там уже ничего нету, ни газа, ни света, ни полов, ни стен, ни крыши Они в течение года еще даже простой договор не дали, что квартира принята аварийным Поэтому мы, можно сказать, фактически бомжуем Потому что мы прописаны там, а сюда прописаться не можем И, в принципе, ничего не можем делать По словам Аванеса Попяна, о том, что дом требует капитального ремонта, ясно было давно Три года назад жильцы стали пытаться обратить внимание властей на проблему Мы обращались, говорили, что течет крыша Фотографировали, в подвал спускались с отцом Фотографировали несущие балки, что они уже полностью прогнили Они уже были сломаны, а в подвале, у нас в подвале гардероб был И на гардеробе балка лежала, которая держит полы Балка была уперта об этот гардероб Гардероб сгнил, и балка уже полностью, она полностью сломалась В потолках виднеется просто небо Признают ли дом аварийным, пока не ясно Жильцы собрали достаточно документов в администрацию и прокуратуру Ни на один из них они так и не получили ответа Донские туристы не боятся вируса ЗИКа Поток отдыхающих в Доминиканской республике и странах Америки и Карибского бассейна не уменьшается Напомню, вчера Роспотребнадзор России сообщил, что в стране зарегистрировали первый случай лихорадки ЗИКа Заболевшая находилась в Доминиканской республике Генеральный директор ростовской туристической компании «Розовый слон» Александр Макторчан считает, что миллионы людей, которые едут в Бразилию, Африку и другие южные страны, серьезно к этому вирусу не относятся Если будет хотя бы больше десятка случаев таких заболеваний, тогда будет отношение более-менее серьезное Насколько я понимаю, вирус ЗИКа опасен в основном для беременных, то поэтому отношение достаточно несерьезное к вирусу Самый простой совет, который можно дать, это бытовой совет, просто запасайтесь репеллентами Александр Макторчан уверен, что серьезные угрозы для россиян вирус не несет Также считают и в Роспотребнадзоре В климатических условиях нашей страны риска распространения лихорадки ЗИКа нет С начала года идет еженедельный мониторинг лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по лихорадкам Наличие признаков инфекционных заболеваний уже проверили более 50 тысяч человек Донской регион станет привлекательнее для туристов Губернатор Василий Голубев поручил всем муниципалитетам до 1 марта подготовить дорожные карты по повышению уровня туризма Сообщается на сайте правительства региона Областные Минкультуры и образования сформируют реестр исторических мест и патриотических маршрутов для учащихся Дорожные карты станут своеобразным каталогом Таким образом создадут региональную программу развития внутреннего туризма до 2020 года Как сегодня обстоят дела с внутренним туризмом, рассказала главный специалист пресс-службы донского правительства Светлана Штомпелева В 2015 году число донских турфирм, занимающихся поездками за рубеж, сократилось вдвое А число операторов внутреннего туризма выросло на 10% По оценке специалистов, спрос по внутренним направлениям туризма в текущем году может увеличиться до 40% Сообщил губернатор Василий Голубев В Ростовской области принципиально занять свою нишу на рынке внутрироссийского туризма Очень важно вовремя предложить наши туристические продукты на Донской земле Большие надежды на туризм власти возлагают также в связи с проведением в Ростове чемпионата мира по футболу Предполагается, что таким образом у жителей всего Донского региона проснется интерес к родному краю О свежем номере газеты «Молот» расскажет главный редактор Мария Карачевцева и ее коллеги Здравствуй, Дон! В свежем номере газеты «Молот» Сокращения в областной власти продолжаются Вслед за региональным правительством оптимизация кадров ждет законодательное собрание области Монетизация льгот для ветеранов на проезд отменена Но у депутатов новая инициатива на этот счет Подробности в материале Веры Волошиновой 16 февраля отбирают присяжных для суда по громкому прошлогоднему делу о взрыве в больнице Также в номере спортивные новости от Юрия Соколова Читайте «Молот» Это был обзор свежего номера газеты «Молот» Вернемся к новостям Хостелы Ростова хотят объединиться Ряд владельцев уже работает над созданием союза хостелов Эта организация позволит выявлять нарушителей, которые оказывают незаконные и некачественные услуги Также она проконтролирует исполнение рекомендаций властей города Как сообщает прислужба администрации Ростова, Союз готов работать с другими предприятиями туристской отрасли Например, с экскурсионными бюро и музеями Напомню, активное развитие ростовских хостелов началось в 2014 году Сегодня в городе действует около 20 подобных гостиниц Хостелы – это недорогое размещение туристов Это могут быть даже номера без особых удобств Новый температурный рекорд зафиксировали сегодня на Дону Как пишет российская газета, синоптики отметили аномально теплую погоду для середины февраля В полдень столбик термометра достиг 15 градусов тепла А в южных районах области воздух прогрелся до плюс 18 Причина погодной аномалии – теплые воздушные массы из Средиземноморья и Северной Африки Согласно данным климатической летописи, которая ведется в Донской столице с 1887 года Самым теплым днем в феврале считалось 16 февраля 1960-го В этот день температура воздуха составила 11,6 градуса тепла По прогнозам гидрометцентра, аномальное для этого времени года тепло продлится на Дону всю вторую декаду месяца А с 22 февраля потепление прекратится и начнется похолодание Эти и другие новости читайте на нашем сайте don24.tv Телефон редакции 200, ровно 0849 С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио ФМ на Дону И о погоде По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове ночью плюс 6 без осадков Завтра дождь плюс 15 В шахтах ночью плюс 7, а завтрашний день будет также по весеннему теплый, но дождливый 16 градусов выше 0 Но в Черкасске еще теплее, плюс 17, но тоже дождь и довольно сильный И о маленькой погоде в Хуторе Прятки, что в Никлиновском районе Ростовской области Ночью плюс 7 без осадков, утром плюс 5 облачно Днем потеплеет всего на градус, а вечером похолодает до плюс 2 Зато весь день без осадков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok